Глубин подсознания, а именно так раньше называлось Черное море, подсознание, сплыла, отрастила винт и колеса, и вышла на берег, что оказаться в нашем шествии, легендарная подводная лодка капитана Эмо. Да, это капитан Эмо, человек, который грустит где-то там под водой. Обратите внимание, за подводной лодкой капитана Эмо движется его жизнерадостная молодая команда. Ну, ладно, не такая уж жизнерадостная, но молодая. Они вручную закрашивают серым и черным кораллы, медуз и даже рэп-клоунов. А, кстати, в лодке, в подводной лодке разместился Аквамен. Те, кто внимательно смотрит за комиксными фильмами, и те, кто знают, что это за персонаж, вот там внутри. Ну, кстати, прямо сейчас ребята напевают их любимую и маринную песню, слова из которой, если помните, коллега, я смотрел в эти лица и не мог им простить. Обратите внимание, только мэр Одессы заставляет этих людей улыбаться. До этого они шли мрачные, как будто бы с той самой процессией. Если бы меня мэр заставил улыбаться, я бы тоже улыбался. Правильно. Да, там, кстати, мы продолжаем принимать гостей. И следующие гости сюда выходят на эту сцену. Это яркие танцующие индийские делегаты. Из Болливуда сегодня с нами, друзья, со слоганом Харри Спилберг выходят к нам индийские танцоры и актеры Болливуда. Что тут скажешь? Тут не надо ничего говорить, тут надо петь и подтанцовывать. Пожалуйста, мы совершенно серьезно, несмотря на юмористическую направленность сегодняшнего праздника, Мы всех приглашаем немного подвигаться, пусть на тех местах, на которых вы стоите. Да, все фильмы в гости к нам, кстати, этот танец рассказывает о том, как однажды злой Радж приказал слонам прийти и запретить юморину. Но вместо этого слоны пришли и просто поселились в Одесском зоопарке, а юморина продолжилась. Хорошо, когда люди со своей песней. Они заказывают... Вот, кстати, конкретно вот этот мужчина в Кремово поет следующее. Кой злобный раж заставит пояса нас затянуть потуже. Не перестанем мы индийское кино снимать, и где мать, и ее мать, и деревать, и брат лежит с такой же родинкой, как нужен. Кто-то из Гидзита, кто-то Гидзита, а кто-то Кари, кто-то Кришна. А кто-то удивится, придя домой и обнаружив у себя в сумке самосы с яблоками. Кто-то из зрителей. Да, друзья, мы продолжаем и на сцену, вернее, под нее, по на красную дорожку, выходят следующие кинодеятели. Они соединили в себе два легендарных фильма. Фантастическо-фантазийно-реальных, потому что, ну, скажем так, некоторые из персонажей, возможно, напоминают вашего соседа сверху, но он издает такие же звуки, я вам так скажу. Иван Васильевич меняет Ланнистеров. Так называется следующая группа. Приятно видеть их живыми и здоровыми, ну, всех, кроме белых ходоков, конечно. Тот самый, кстати, в троне Иван Васильевич, который еще до конца не осознал, кому же из участвовавших во вчерашних выборах уже пора уступать трон. Посмотри на мать драконов. Сегодня, видишь, с ней два любимца, да? А на машине, да, на машине, там приехал Иван Васильевич, засланный совсем не туда. Да, совсем. Знаешь, я смотрю на мать драконов и как-то сразу захотелось стать отцом драконов. А Иван Васильевич тем временем на троне Ланнистеров правильно делает, хорошо себя чувствует. И очередной принц Ланнистер сопровождает его. Это Старк, я в них плохо разбирался. Ну, и, кстати говоря, Джон Сноу где-то неподалеку, который предлагает не пользоваться в домашних условиях газовыми приборами, а использовать драконов для подогрева, для отопления, приготовления барбекю, не выходя из пасти. И дальше, дальше к нам появляются, у нас тут появляются люди, которые следуют за белым кроликом. Именно за него они вчера пытались проголосовать, но не было такой ячейки просто белый кролик. Но идут к нам, друзья. Это персонажи фильмов и мультфильмов про Алису в Стране чудес. Да, высоко художественная, настоящая большая сказка. Не путать со сказкой для взрослых. Одесситки и так часто слышат комплименты о сказочно привлекательной длине своих ног. Вот вы сейчас поймете, о чем я говорю. Да, вы сейчас видите маленьких одесситов. Я говорю, да. Но тут повод для гордости не только одесситок. Да, это чемпионки Одессы по длинноногости. Да, не только одушевленные предметы, вот чашки и прочее, символизируют антиприземленность. Они выше обыденности. Могут варить в облаках, доставать практически до высоковольтных линий передач. Заглядывать в окна к любимым женщинам на третьем этаже, но это чуть дальше. И, конечно же, заставляют вас поверить в сказку кинематограф. Так, дальше сказочные персонажи продолжают идти. Это сказочный блог. И Дима, Дима Олешко, легендарный одесский. Один из самых веселых людей Одессы. Так он, кстати, ведет свою армию куда-то, чтобы опять в победе театральных подмостков покорительницы покорителей. А вот, друзья, на сцену появляется, на нашу дорожку появляется друг любого киномана попкорн. Конечно. Да, друзья, кино все возрасты попкорны. Да, небольшие юные повара, которые приготовили вот эту вот большую платформу с попкорном, воздушной кукурузой по-другому. Да, конечно же, друзья, в Одессе кукуруза горячая, горячая кукуруза. У нас это одно блюдо, а вот в Америке другое. Кстати, поговорим, что скоро реализуют проект, в котором в летних кинотеатрах воздушную кукурузу будут разбрасывать прямо из кукурузников. С воздушных кукурузников, да. Ну, и смотрите.